Всем доброго времени суток, банда! Доброе утро! Вы не поверите, нас так давно не было, но динозавры возвращаются. Андрей Николаевич, я вас приветствую в этот прекрасный, чудесный день на такой реке осенью. Скажи, пожалуйста, что мы сейчас будем делать? Хрезовываюсь. Это точно. Половину отпускать. Половину отпускать. Может быть. Но это не точно? Не точно. Может быть, всех будем отпускать. Да. Если мелкие, то всех отпустим. Да. Так, а ты с поберушкой уже? На, я не взял. Подержи удочку. За поберунчиком схожу. Потому что тебе даже под спину будешь кидать, он все равно будет ловиться. Если не будет ничего, время не тратит. У меня спина волшебная, ты же знаешь. Мне, когда под спину кидаешь, всегда ловится. Да. Смотри, это. То есть, если есть, то есть, полминут 10-15 минут. Ну, он будет кормовывать. А если не будет кончаться? Ты веришь в то, что корюза с линками не будут кончаться, Андрей Николаевич? Сейчас, в данный момент, вполне возможно. Но не в перерыв, будет тоже на обед. Не на обед, а на отдых. На отдых. Банда, вы не поверите. Я лично удочку не держал два года. Вернее, корюзей не ловил. Так что ловлю я не часто на удочку. Но, все-таки, мы решили традиционно попробовать с брателлой. А еще муху надо будет подбирать. Все дела. Опа! Неожиданно. Наверное, надо активировать его клюв. Мелко, конечно. Надо стоять. И мутить. И мутить, да? Ладно. Камни большие. Опа! Линь! Нет, да? Да. Вот это мы хари заметили. Хариус большой, Андрюха. Ну да. Значит, тормозывается ли так. Значит, надо просто подождать. Смотри, какой лапоть. Я такого же не первый раз езжу, но не часто встречаюсь. Отличный. Взял вот на такую вот мушку телесного цвета. Очень хороший хариус. Не самый крупный, но достойный. Опа! Еще один кабан. Ну ладно, я буду тебе. Ты не против? Нет, не против. Еще один вот такой еле в руку помещается. Отличный хариус. Таких мы возьмем с брателлой покушать. О, ленок. Или крупный хариус, или ленок. Я говорю, вот они стоят, видишь. Хариус крупный. Хариус крупный вообще. Смотрите-ка, банда. Ну-ка, Андрюха. На муху-убийцу, да? Да. Поздравляю вас сегодня, Андрей Николаевич, с первой пойманной рыбой. Ну, уже не хорьки. А я даже спецпольчатно не видел, в таком плене. Только я... О! Линяра. Линь, линь, линь. Линь. Больный. Позвал тебя на модное место. Вон, Андрюха, борется с линьем. Я убираю муху, чтобы ему не мешать. Ты его даже забагрил на две мухи. А, все, другая уже сорвалась. Возьмешь? Ну, ты сначала подведи. Мне-то хуже брать, только я, видишь, стою на течке. Давай его. Ну, бери сам. Что ты? Вот линок-то не особо. О! Опять линь. Видишь, линки... К этому хариузу нету. К этому хариузу нету. Может, это, по-моему, побольше даже линь. Да. Что, надевай-ка, что ли? Андрюха, пошел выводить линька. Да. Бери-бери-бери, ногой. Не-не-не, все. Я уже хотел просто брать. На берег бы мог вытащить, чтобы не поделать. Да кто-то бы брал бы, зачем, я не знаю. Я бы не поперся бы на берег. Я бы говорю, на берег не поперся с ним. Линь. Видишь, на спокойно воде. Да-да-да. Линь. На спокойно воде. Не ходи с ним на берег тут за берег. Да, конечно, не ходи. Тойная-то, тайная. Я просто боюсь, что оторвет. Это хороший. Да нет, нормально такой же. Ну, брателла, как из пулемета, вдолбит линков. Пока у меня муха нерезультативная по линкам данного цвета. Не, небольшой чуть-чуть. Мысли мы с брателлой передохнуть. С первого захода. Вот, чуть-чуть поймали. Взяли чисто отборных. Хорошие хорюза. Клинки. Ну, нормально для начала, для первого захода. Пойдет, да? Вон, еще все живые. Свежачок. У тебя, видать, это тоже не дергали. Тише. Но все равно хороший. Горбатый. Нормально. Горбатый, выходи. Горбатый, я сказал, горбатый. Опа. Давай, брателла, тяни. Этот мелкий, отпускай его. Не, ну такой, мелкий после тех вот. После тех, да, уже? Это уже мелочи. О! На излеты взял, да? Это небольшой. Брателла вон, хорюзей подлавливает. Ну, пойдет. Хороший хорюз. А хорюза бы вывернул. Это хорюз был. А что за монстры? Монстры, нафиг, ну. Ну, смотри. Смотри, у него гребень аж торчит. Ты видишь, он как гребнем управляет в воде? На маневрах, ну. Хорошая хорюза. Муха-убийца. Работает. Сиренька, да? Да, сиренька. Видишь, сколько надо было, чтобы вымутить, чтобы он вышел. Да? А сначала поехали, ты такой, о, все, поехали отсюда. Я тут не буду... Не, ну, я попробовал, потому что у меня, как бы, думал, что ленок один, второй, потом еще без покрывки, вот такие, как тут. О, ух ты. Ну, как-то... Не спустимся. Да? Смысл? Опа. Ты вообще... Смысл вообще спускаться. Никакого. О, смотри, какой хариус. Четенький. Вообще нормальный. Смысл спускаться никакого, Саша. Ну? О! О, четенький. О! Еще один. Как он и стой на месте? Ну, с Андрюхой, вон, дуплетом. Блин, сейчас будет дуплетом, приводился дуплетом. О, бартелла, резков каких, долбин. Так, я что-то тут смотрю, у меня поберушка начинает. Наполняется? Да, наполняется, ну. О, хорош. Да, 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 да. Потом он ушел, я остановился. И как раз удар, блядь. Хорошая хариуса. Вообще нормальный. Хорошая, хорошая. Так ты смотри, вот я вот всех их, смотри. Нет, Андрюха, он еле даже руку его обхватывал. Смотри, Саша, вот всех. Вот тут таких, не обижайся. А что мне обижаться? Смотри. Слушай, а я ловлю на сиреньку. Вот смотри, у тебя на нее не берет, а у меня ловится. Почему? Ну. Вот видишь, я ловлю точно так же на сиреньку. А внизу у меня сиренька. А есть, есть. Нет, просто надо вот такую муху с этой мухи. Смотри, есть просто нюанс. У тебя сиренька идет по дну, а эта выше, скорее всего. Сейчас сиренька. Да, он снизу. Смотри. Смотри, у тебя муха эта выше, а та по дну волочится. Он скорее ее лучше эту поднимает. Это внизу у меня и глубина по этому. Да. Смотри, а вот сейчас на сиреньку, но мелкий. Ну как мелкий, блядь. Ну как уже это, после вот этих... Ну ладно, ладно, а ну я так крупных ловлю на сиреньку. Да, буду так, стой. Я слышу тут, блядь. Смотри, за тебя держаться, я же дед самоходный, да? Дед самоход, ну. А знаешь, как я сейчас вот... Он не клюнул, пополок остановился. Я видел, видел, ты тормознул, он берет в конце. Да. На замуху гонится. А я твичин, я лишь волну. Да, давай. Надо подмутить. Да, что-то надо мутить. Рвем дистанцию, нахуй, от самоходного деда. Ты сюда, блядь. Ты зря так делаешь, а сейчас, блядь, пизданусь, и че, блядь. Ну и че, блядь. Поедем домой сушиться, рыбалка закончилась сразу же. Конечно, блядь. Деда, блядь, нашли, нахуй. Сейчас пендели получишь, как здесь, в речке, блядь. У тебя в речке, да гаде, поднимется, блядь. Поднимется, блядь. На такого, как ты, блядь. Ну-ка, продемонстрируй, блядь. На такого, как ты, блядь. Зрители и хотят это посмотреть, блядь. Может, ты скажи, Саш, еще маваши мне тут сделаешь, блядь. А, видишь, блядь, распугали всех иллюзей. Ты побежал, как подорвал. Так от тебя, блядь, щемлюсь. Я погнал, блядь, всех туда. Отжимает. Это называется отжим. Вон, меня сейчас клюнуло. Да, ты херня уже. Знаешь, почему клюнуло? Потому что я муть нагнал. Ты не муть нагнал, а жуть нагнал, блядь. Вот. Все, вот видишь, он сейчас подходит уже. Начинает пробовать. Два раза попробовал, но третий раз он сейчас это. А здесь то, что он сыт, он из-за ней идет. Сразу не хватает. Гоняться лень, понимаешь, вот таким вот поросятам. Ну, правильно, ну, они отжираются. Ну, они сопровождают. Ну, это принцип осеннего ската. А не хватает то, что это им в рот прям несет и все. Им гоняться уже не надо. Зачем им гоняться? Они, если будут бегать, весь жир сбросят. Да, садят весь все топливо. Ну, это хорошо, уже из-под ног. Это лень. Лень, да? Ох, я хер знаю. Что, такой большой, что ли? Ну, нифига себе. Поэтому кустоленков нету, блядь. Лень это? Лень, да. Любимая пища его, муха-убийца. Иди, блядь. Смотри, прикинулся, блядь, дураком. Шлангом. Не поверил, наверное. Не поверил, что отпустили, да? Да. Уже был готов смириться со судьбой. А тут ему даровали свобу. Он увидел тебя, блядь, и потерял сознание. Да нет, он как раз тебя увидел, блядь. Он мою сторону не смотрел, когда ты его вытащил. Так что не будем, блядь, товарищ. Кургу мести, блядь. Бабушку лохматить. Лень. Нет. Хариус. Вот это кто. Как раз, который у меня ушел. Он к тебе побежал. Да. Хорошие Хариусы, очень сильные. Нет, ну, мелкого нет. Ты заметил, да? Да, муха-убийца. Парочку попалось недоношенных. С вольфрамовым. Вот таким вот граненым шариком. О, Хариус хороший у Андрея. Брателла тут их долбит один за другим. Да, брателла? Конечно. Еще его даже поднять не могу. Ну, кто это? Не знаю, честно. Лень это кто? Вон, смотри, он уже пошел на центр реки против течения. И Хариус так же все. Вон, смотри, он гуляет. Ага, отказался Хариус. Я больше тоже отказался. А нет, Лень. Это сильно, блядь, да? Ну, конечно, ты что, не чувствуешь? Я и сам знаю, что Лень, а по поклевкам. Ну, четенько муху-убийцу нахватил, Лени их любят. Ну, давай, беги, красавица. Все. Вот Лени подошли крупные. Ну, просто я к чему сюда и шел ниже. Потому что на воблеры они вот здесь всегда поклюют Лени. Ну, вот смотри. Да, небольшой, но Лень. В Нишли не подходят. Ну, все равно отпускать. Да, конечно. О, здоровый вообще. Сегодня чрезвычайно очень много сходов. Что, давай разгрузимся. Разгрузим под тихой таких вот хорюзей. Нормально. Мы с Андрухой подолбили. Все еще впереди. День в разгаре. О, вон, смотри, хорюз. Какие хорюза. Четкие. Вообще. Нормально, да, Андрей? Пойдет. Хорошие хорюз. Че, сколько там килограмм поймали? Килограмм 10. Килограмм 10. Ну, ничего. К обеду килограмм 10 поймали. Неплохое начало дня, да? Ну, здесь время потеряли много. Ну, как потеряли? Ну, у нас нету, как бы, вообще цели, чтобы набить этой рыбы. От этого мы не спеша, с удовольствием рыбачим. Пробуем какие-то эксперименты, мушки, кайфуем. В целом кайфуем. Ну, да. Ну, да. На, хорюз. Ушел. О, хорюз. Хорюзы все хорошие. Не. Нет. Ты тут? Нет. Продолжение следует... На кабаньку... Беги, красавица! Ити-ти-ти-ти, вон встал. Я его вижу в поляриках, как стоит. Прямо так вот и стоит. Никуда не двигается. Так, подходим к очередному типичному месту. Время у нас только закончился обед. Ну и попробуем здесь порыбачить. Посмотрим. Сегодня мы еще на таких сливах с Андреем не рыбачили. Сейчас попробуем. Ого! Даже без муки сразу поклевка. Отличный хариус. Клюнул. Он крутится, как волчок. Очень хороший хариус. О, какой лапоть. И ушел. Ну и слава богу. Это нормальная процедура рыбацкая. И еще один. Тоже очень хороший. Хариус. Небольшие хариуса вот такие вот. Их воздух поднимать не рекомендуется. Потому что они рвут себе губу. И уходят. Ну, я не жадный до рыбы. От слова совсем. Ох, какой красавец. Даже в руку еле влазит. Вот такая у меня интересная муха-убиса. Вот с таким вот шариком, который фосфорный. Набирает свет и там светится. Видим, что хариуса даже без мути. Очень жадно глотает. Вот. Видите, все три заброса. Все хорошая хариуса. Очень жадно хватает. Вот такую вот мушку. Вот с таким вот флюоросенсным шариком. Вот четвертая проводка холостая. Даже спуск у меня небольшой. Как я понял, до дна не достаю. Вот. Вот пять забросов. Четыре поклевки. Ну, там я, видно, вообще уже одна не достаю. Она не хватает рыбка. Увеличили спуск. И подняли хорюска. Такая методика обловки таких ям сначала с краю на маленький спуск. Потом спуск увеличивается, потому что там глубина увеличивается. Вот даже из-за струи просто в заброс клюют хорошая хорюза. Красавцы. Их ты, опять здоровенный хорюс. Взял на короткой дистанции. У меня очень много лески вымотано. От этого подсечка была не результативной. Вот опять. Надо подматывать леску, значит, если они приблизились. Ой, ой, ой. Ой. Хе-хе-хе. Не хочет. Ой. Нормальный ушел. Молодец. Честная победа. Очень здоровая хорюза. Этот прям такой грамм, наверное, 800. Вот. Хорошая хорюза. Ух ты, бля. Ну вот это конкретно. Я увеличу спуск. Ждал, что там они, кабаны-то, и притаились вдалеке. Была поклевка эпичная. Эпичная. Ну вот. Долгожданный гость ленок. Мы его отпускаем. Гуля. Красавчик. Да уже не маленький. Вот. Все как по классике жанра. Маленько отловили хорюзей. И подошли ленки. Этот уже чуточку поболее. Красавчик. Беги. О. Заблудился к берегу. Побежал по кругу. Пойду посмотрю, что там Брателла ловит. Вот такой у нас типичный набор хорюзятника. Брателла, говорит, там уже всю поберушку, короче, забил. Сейчас идет выгружаться. Давай иди сюда, выгружаемся и по новой зайдем. Особо много для счастья хорюзятника не нужно. Вот такая коробочка. На сегодня, короче, это крайняя батарейка. Она уже садится. И, не знаю, сейчас будет самая жара после обеда. Но, видно, походу, вы, уважаемая банда, этих кадров не увидите. Банда на последнем издыхании аккумулятора. Снимаю под вечер просто нашествие вот таких хороших мощных линков. Я тут их хорошо так подолбил. Вон там стоит Брателла ловит. Говорит, высади меня в мое вкусное место. А меня послал вот в такое не очень клевое местечко. В итоге я под вечер финишировал. Выручила меня вот такая вот мушка очень хорошая. У нее вот этот шарик, он стоит светящийся, фосфорный. Видите, ее уже всю подрестрипало. И под вечер вот на головке этот шарик, он просто видно, как я дал сумасшедший результат. Здоровые охариусы, очень хорошие линки. Вот эта мушка после обеда начала вытворять просто какие-то чудеса. Аккумуляторы все у меня повздыхали, от этого уважаемые зрители. Аккумуляторы у меня все повздыхали, от этого уважаемые зрители. Данная Эльдорадо не было запечатлено на камеру. Вся мелкая рыба была отпущена и была дарована жизнь. Ладно. Ладно. Я Громно, ну а я Т Я М Продолжение следует...